всем привет в этом видео хочу несколько нюансов поэтому шуруповерту обозначить рассказать для тех кто собирается приобретать себе подобный шуруповерт вот с такой системой крепления аккумуляторов 12 вольтовая линейка это мой данный шуруповерт старый который уже много видов повидал достаточно надежно ни одной поломки нету все работает все щелкает такого плана щеточный еще модель вы видите какая достаточно безотказно он падал где-то поцарапанный вот такое состояние у него вот так вот участвовал в основном в чистовых отделочных видах работы ланинад плинтуса откосы дверные ну плотницкие работы вот такой вот самый удобный вариант но что я хочу сказать здесь про нюансы у этого шуруповерта первое смотрите провод этот аккумулятор и по вытаскивается аккумуляторы вот путем нажатия вот этих вот клавиш ну условно клавиши это такой клипсы какие-то зажим обратите внимание такие значит как они работают это будет полное литье вот здесь прорези такие вот эти вот есть такие вот зажимчики вот с такими зубчиками что хочется сказать по поводу вот этой системы а у меня слава богу все целое но у некоторых пользователей вот эти клипсы они отлетают ломаются вот в самом корпусе вот этого аккумулятора аккумулятор цель нолитой вот как бы здесь есть части но он разборной вот эта вот часть цель нолитая и вот здесь ну вот видите да это вот под пальцы такие гофрированность такая пальцы и вот так вот надо прижимать естественно при перепадах температуры пластмасса становится более хрупкая в теплоте она будет мягенькая вот на морозе где-то да вот это вот многих щелк и поломалась вставляется вот этот аккумулятор рукоять вот путем защелки она туда защелкнулась ну и вот эти клавиши они как бы расправляются потом и получается что он никуда вообще без люфта абсолютно никакого люфта нет не вытаскивается и вытаскивается достаточно вот так скажем плотно то есть вот эти клавиши нужно поджимать и вот если у вас крепкие руки вы можете пережать да хотя вот здесь посмотрите расстояние не позволяет сильно сдавить чтобы их выломать но бывают моменты таких когда вы ломаются такие вот вот эти вот отваливается просто она проушена и становится негодным аккумулятор ну можно конечно на колхозе что-то здесь там пимпочку приделать чтобы он не выпадал но уже не то в работе уже будет не очень интересно и вот это видео как раз вот я снимаю для того чтобы пользователям которые стоят перед выбором нужен им такой шуруповерт или нет вот в первую очередь обратить внимание вот на это то есть если слайдерные аккумуляторы которые вот всем известны там с кнопочкой такая клипса защелкивается на салазке там более удобная система здесь она тоже удобно но меня видите надежно за счет этих клавиш то есть это в работе если у вас упадет этот шуруповерт бывают моменты также при падении что отламываются вот эти вот кусочки а в целом шуруповерт конечно же достаточно серьезный далее что хочу сказать про про патрон вот некоторые жалуются что патрон у них не зажимает и при работе оснастка и при работе оснастка вылетает ну то есть там раскручивается у меня таких вещей ни разу не происходило от слова совсем то есть никогда я затягиваю со всей силы здесь храпового механизма внутри нет протем плотного затягивать губки вот так вот делитесь патрон вот поцарапанный это опять же об штукатурку где-то задел в целом он целый никаких трещин нет ничего то есть усталости материала вообще нет этого шуруповерта да на морозе литий-ионные аккумуляторы высаживаются быстрее чтобы узнали сейчас в основном только литий-ионные и на морозе я не думаю что кто-то будет работать таким шуруповертом потому что это больше шуруповерт в арсенале в основном мебельщиков плотников столяров отделочников внутри помещений этот шуруповерт также можно заметить электриков также этот шуруповерт есть другие версии то есть бесщеточная тут они такие покороче получше наверно модель если этот прикажет долго жить и она тут наверно потому что я несколько перфекционист то есть у меня вот раз бошевская значит вот и все остальное бошевская показывал когда-то про вот этот уникальный так скажем набор бит вот они до сих пор живут они в полном комплекте здесь в следующем видео я расскажу о недостатках этого прекрасного набора который идеально работает ведущие видео вы можете посмотреть на канале если хотите загляните несущественно абсолютно но есть недостаток который вас очень сильно расстроит а про недостатки вот этого фирменного инструмента вот я обозначил самый главный недостаток это и опасность применения этого вот эта часть так что друзья имейте ввиду если понравилось видео прокомментируйте что-нибудь напишите оцените мой труд блогера так скажем всем пока